Антикоррупционный ребус. Детективы НАБУ попытались вызвать на допрос родственницу главы НАПК. В результате разыгрались нешуточные страсти. Глава агентства обвинила бюро в незаконном проникновении в квартиру своей свекрови. Детективы, в свою очередь, обвинили свекровь главы НАПК в том, что она закрыла их коллегу у себя в квартире. Какие выводы из всего этого сделала нацполиция, знает Руслан Свящук. Спальный район на окраине Киева около 9 вечера. Во дворе десятки сотрудников антикоррупционного бюро и полиции детектив НАБУ пришел, чтобы вызвать на допрос свекровь другого борца с коррупцией. Главы нацагентства противодействия коррупции Натальи Корчак. Откройте, пожалуйста, дверь. Вы меня просили в дом. Я пришел к вам с визуальными документами. Я являюсь удержанным против своей воли, являющейся службовой особой при управлении посадовых обовязков. Не могу выйти. Закрыли дверь. Ключи забрали. Детектив вызвал подкрепление. Туда же подъехала Наталья Корчак со своим мужем. Сотрудника НАБУ из квартиры все же освободили. Потом он зателефоновал в национальную полицию, а также руководство подраздела детектива Национального антикоррупционного бюро. Сейчас детектив пишет заяву про незаконное его удержание в помещении этой квартиры. На протяжении, я не знаю сколько, прошло там 2-3 годины. Когда я увидела, что он меня обманывает, что здесь происходит что-то не то, я вижу, что происходит что-то не то, происходит уже шантаж какой-то. И я взяла ключи и просто положила ключи, я и внук, и он... Внутренние ключи, да? Да, да. Он остался у вас в квартире закрытый. И он остался, и мы остались и с ним. Он был закрытый буквально 10 минут. Они незаконно ворвались в квартиру моей матери, незаконно выбрали пояснения, порушившись всем все процессуальные нормы, повноважения. Позже представитель НАБУ рассказал, по какому именно делу проходит свекровь главы на ПК Натальи Корчак. Речь идет о новой Шкоде Супер-Б. Именно этот автомобиль представительского класса купила пенсионерка. В свою очередь, Наталья Корчак сообщила, что пока не смогла задекларировать новое авто. Закон так выписан, что мова идет не про начаток использования, а про завершение использования. Оскільки мы этой машиной используемся в этом году, то в декларации за 17-й год, которая будет подаваться в следующем году, конечно, задекларуем свое право использования. По мнению Натальи Корчак, такие действия – не что иное, как месть Артема Сытника. Якобы ее ведомство неоднократно вызывало директора НАБУ на допрос, также по делу о коррупции. Мы выкликаем пана Сытника до себя в НЗК для дачи пояснений. И он не приходит. Административная ответственность за неподдание информации на запись национального агентства. Все. Вскоре поступило еще одно заявление той же Корчак. Дескать, закрыли детектива НАБУ в квартире Свекрови, потому что приняли его за мошенника. Руслан Смещук, Богдан Савруцкий, Евгений Пахальчук. Подробности – телеканал «Интер». Руслан Савруцкий, Евгений Пахальчук.